Праздник Казанской иконы Божией Матери Праздник Казанской иконы Божией Здравствуйте Начнем, наверное, с общего вопроса, ликбез такой День народного единства Это вообще что такое? Ну, судя по тому, что некоторое время назад у нас стали определенные фильмы на эту тему выходить Речь, наверное, идет о 1612 годе Как можно предположить Тем не менее, что же там такое было? Что мы сегодня празднуем? Прежде всего, с инициативой учреждения такого праздника в 2004 году, в сентябре, выступил Межрелигиозный Совет России от имени традиционных религий Ух ты! Да, то есть при согласии различных конфессий Вот это очень интересно Это очень важно, чтобы в стране было именно согласие и единство Разумеется, при этом говорилось прямо о том, что 7 ноября – это праздник, уходящий в прошлое О том, что 7 ноября – это такая дата, когда было положено начало событиям, которые обернулись кровью миллионов Владимир Лавров, руководитель Центра Истории Религии и Церкви, Института Российской Истории РАН Доктор исторических наук, главный научный сотрудник И.Р.И. РАН Главный научный сотрудник И.Р.И. РАН Автор многочисленных книг, монографий, публикаций по истории России Преподает в Николо-Угрешской православной духовной семинарии, а также в Национальном институте бизнеса В то же время, 4 ноября – это такая дата, когда был сделал решающий шаг по преодолению смуты, кровопролития и, наоборот, к примирению и возрождению страны Это в обращении межрелигиозного совета С таким же предложением выступил патриарх Алексий II об учреждении государственного праздника И из администрации президента России был запрос в Институт Российской Истории РАН Как историки, ученые относятся к тому, чтобы перестать праздновать 7 ноября И вот к тому, чтобы начать праздновать другой государственный праздник Мы дали положительный ответ То есть, 7 ноября – это день октябрьской социалистической революции Эта революция потерпела историческое поражение Сейчас мы живем не в социалистической стране, а в стране с частной собственностью, с парламентом, с многопротивной системой Это ушло в прошлое Но не ушла в прошлое российская история И в ней есть замечательные страницы Конечно, учитывалось и то, что эти даты близко Все равно 4 ноября – это дата, которая имеет, так сказать, религиозную окраску Потому что это праздник казанской иконы Божией Матери И как-то, честно говоря, с трудом верится, что абсолютное согласие и единство было в тот момент, когда утверждали эту дату Во всяком случае, тогда согласие было, в 2004 году, когда принимали решение Тогда оно было Действительно, представители разных совершенно конфессий сказали о том, что они за эту дату Да, потому что представители всех конфессий понимали, что пора отходить от празднования социалистической революции Кроме того, ведь 4 ноября Москву освобождали не только русские Освобождали люди, принадлежащие к другим нациям, к другим конфессиям Да даже вот мусульмане-татары, несколько сот татар героически освобождали православную столицу Почему? А потому что они хлебнули жизнь, когда вообще никакой власти не было Они хлебнули жизнь под поляками-католиками И оказалось, что это гораздо хуже, чем когда в Москве русский православный царь Это нужно было испытать, через это пройти А потом обратите внимание, что при русском царе, который был православным вероисповеданием Все народы сохранили свой язык, свои обычаи, свои религиозные взгляды, свою культуру То есть, если даже говорить, что 4 ноября это религиозно-православно окрашенный праздник То мы здесь должны, ну просто с исторической точки зрения и просто с человеческих понятий признать Что это не так уж и плохо, потому что православие, оно не является такой подавляющей религией Она доминирующая, но не подавляющая Много нареканий сейчас в этот адрес со стороны разнообразных либеральных взглядов людей слышится Ну, я понимаю, что завидно, но что здесь делаешь, в общем-то Если они не могут ничего придумать более, скажем так, приемлемое для людей, ну, ты уж простите Владимир Михайлович, а Вы могли бы напомнить, какие события вообще тогда происходили в 1612 году? От кого освобождали Москву? От кого защищали город ополченцы? Что там было? Ситуация была катастрофическая Последний царь, царь Шуйский, свергнут, взят в польский плен и там умер Главы государства царя нет, правительства нет, войска нет, казны нет, Москва занята поляками и литовцами То есть страна была на грани потери независимости Но в Москве, в чудовом монастыре находился патриарх Гермоген Никакой власти нет, но духовная и есть Поляки настаивали, требовали, чтобы патриарх православный признал польскую власть Грозили перестать кормить Патриарх отказался И он умер мученической смертью Но успел передать на свободу призывы собираться русским людям идти освобождать столицу Этот призыв был услышан в Нижнем Новгороде Причем что интересно старостой, торговцам, Кузьмой Мининым Очень редко в нашей истории на первые роли выходили ни цари, ни князья, ни бояре Вот старосты, да, вот снизу И был его призыв, который был услышан на улицах города Причем он оказался прекрасным организатором Но он не был полководцем, а нужно было воевать И вот тут родилось предложение пригласить князя Пожарского Который был и хорошим полководцем А главное порядочным, честным, достойным человеком Ведь во время смуты, когда не было власти Грабили, воровали Беспредел был в стране А Пожарский был известен как достойный человек Им поверили Так когда пришли к Пожарскому Он поставил условие Да, я согласен, но пусть хозяйственная организационная часть берет Минин И вот два человека встало И что интересно, ведь они не сразу пошли на Москву освобождать А как это было? Они пошли по Волге, по многим городам Очень долго, 4 месяца были в Ярославле Они ходили по святым местам Они молились, они собирали силы Они наводили порядок, потому что в стране процветал разбой Грабили Вот это был очень долгий период подготовки То есть Москва, освобождение Москвы Это фактически финальный аккорд Это финальный аккорд Безусловно, безусловно Причем они создали фактически правительство Оно называлось Совет всея Руси Представляете? Да, и были приказы То есть страной уже начали управлять Причем здесь принципиально для нас важно Что возрождение России Освобождение ее Началось по призыву Русской Православной Церкви И это делали глубоко верующие Порядочные люди Вот поэтому у них и получилось Могу сказать о том, что недавно 16 июля В Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Кирилл Благословил создание памятника Патриарху Гермогену На Красной площади Это очень важно Осветил Патриарх Кирилл Икону Гермогена С которой будут крестные ходы В следующем году по маршруту Народного ополчения Минина и Пожарского Я хочу показать маленькую копию Которая была также в Успенском соборе Патриарх благословлял большую Икону Это вот была икона рядом А вы знаете, что перед Первой мировой войной Было принято решение Поставить памятник Гермогену На Красной площади Только нападение Германии Помешало это сделать Причем памятник Минину и Пожарскому Он стоял в центре Не сейчас вот у Покровского собора Василия Благословного Он стоял в центре И в этом был смысл Минин показывал князя рукой На Кремль показывал Минин Говорил, иди князь, освобождай И что интересно Было принято решение перед Первой мировой войной Что памятник Патриарху Гермогену Должен стоять со стороны Кремлевской стены То есть так, как было на самом деле Из Кремля Патриарх Гермоген называл Идите, освобождайте Целая композиция Сейчас вот на месте Том, где должен был быть Памятник Гермогену Сейчас Мавзолей Ленина Но В любом случае мы видим Пусть не столь быстрые Но все-таки шаги По возвращению к истокам К историческим истокам К религиозным истокам Это идет постепенно Это не может идти быстро Предлагаю обратиться с вопросом К нашим соотечественникам Все ли знают, что мы отмечаем 4 ноября В День Народного Единства Что мы отмечаем В День Народного Единства Кто-то отдыхает Отмечает выходной Кто-то задумывается О Народном Единстве Я бы сказал так Единение людей Объединение людей Непонятный праздник Кажется, это победа над поляками Праздник этот был установлен Отчасти альтернативно Но, наверное, за эти годы Он приобрел какой-то смысл Объединение людей Знаете, трудно мне говорить на эту тему Я лично считаю Надо отмечать 7 ноября Объединение, наверное, людей Это трудный вопрос, по-моему, для всех Я не знаю, что мы отмечаем Если честно Это тот день, когда мы отмечаем События, которые произошли В 1612, по-моему, году Когда Менин и Пожарский Вели поляков Мы отмечаем отсутствие Народного единства Казанская кона Божия Матери Празднана 1612 год Второе ополчение И освобождение Москвы От иноземцев Отец Игорь, у вас хочу спросить Если сейчас, к примеру Не дай бог, конечно Какая-то беда случится И потребуется вот такое Народное единство Ополчение Сможет ли Православная Церковь Так призвать людей Чтобы они объединились В своих усилиях Против какого-то внешнего врага Да, я совершенно безусловно С этим согласен И считаю, что Так оно, в общем-то, и будет И вы знаете Я думаю, что Если не приведи Господь, конечно Глобальная какая-то беда Придет к нам в страну Если действительно Такое воззвание будет От первоирарха Или от кого-то еще Народ встанет, конечно Потому что все-таки Церковь Это именно та Объединяющая сила Как бы кто сейчас не смеялся Как бы что ни говорил Что церковь там ручна Или еще какая-то Или еще что-то такое Но факт остается фактом Народ пойдет за тем Предводителем Который не будет говорить Что завтра у вас все будет хорошо Завтра мы сейчас повоюем А завтра все сядем вокруг костра Будем откроем там Тушенку Будем праздновать И веселиться И все Она пойдет за честным Военачальником Как это было в истории Который скажет Большинство из вас погибнет Но погибнет ради ваших детей Ради ваших матерей Ради ваших стариков Ради вашего будущего погибнет И церковь Она не будет враг Скажет Да, будет трудно Но она сможет консолидировать силы Но относится воззвание Наверное все-таки К людям православного вероисповедания У нас же много конфессиональная страда У нас есть мусульмане У нас есть буддисты У нас есть и католики Да, и иудеи тоже Вот по отношению к этим людям Не является ли все-таки Это раздражающим фактором 4 ноября Праздник Казанской иконы Божьей Матери В этом году Как в общем-то и каждый год В Екатеринбурге был крестный ход В день памяти убиения царских мучеников Собирается всегда очень много людей Причем собирается не только со всей России Но и за рубежа Собирается в этом году Говорят там до 50 тысяч человек было И что меня поразило Меня, к сожалению, в этом году я там не был Но рассказывали свидетели Что в этом году В крестном ходе Ну, немножечко отдельно, конечно В стране Участвовали мусульмане Они тоже почитают царя-мученика У царя был даже свой полк Состоящий из мусульман и исламистов Которые, в общем-то, защищали его Которые служили ему верой и правдой И вот спустя столько времени Уже скоро будет 100 лет Как убили царя Николая II Они до сих пор помнят о нем Владимир Михайлович, у вас хочу спросить Все-таки 4 ноября Это день очень условный Потому что Когда конкретно было освобождение Москвы Это не может произойти все за один день Расскажите, пожалуйста, о том Как определили эту дату В целом картина такая Наиболее достоверная Что освобождение Москвы происходило В течение нескольких дней 4 числа ноября По новому стилю Была освобождена Москва Включая Китай, город 5 ноября Капитулировал Польский гарнизон В самом Кремле 6 ноября Ополчение вошло в Кремль Цепочка событий такова Да Финальная дата все-таки 4 ноября 4 или 5 Пятого освобождена наша святыня Кремль, Успенский собор Владимирская икона Но возможно и 4 ноября Отмечать, поскольку практически Вся Москва была освобождена И здесь еще важно учитывать традицию Ведь этот праздник Не возник в 2004 году Он возник Простите, он возник в 1649 году С чем он связан? При царе Алексею Михайловичу С Казанской иконой Список которой Был в народном ополчении Минина и Пожарского И этот праздник праздновался До 1917 года Пока большевики Считался государственным Государственный праздник был Отец Игорь Тогда у меня вопрос к вам Поскольку вы служите В Казанском соборе На Красной площади Для вас 4 ноября Это все-таки прежде всего Престольный праздник Или это праздник государственный? Для меня это в первую очередь Престольный праздник Престольного нашего града Москвы И то, что это стал еще со временем И государственный праздник Но это мне добавляет только радости И нормальной православной гордости Что касается ваших прихожан В этот праздник у вас Как-то особо отмечается? Что тут вообще происходит? В этот день все наши прихожане Стараются исповедоваться Причтиться Приезжает очень много гостей Из других храмов И конечно приезжает патриарх Патриарх на протяжении Уже многих-многих лет Уже 21 год Приезжает в наш собор В этот день Прямо с момента открытия С момента открытия Каждый раз приезжает в наш собор И возглавляет божественную литургию Это добавляет конечно торжественности Когда правящий епископ совершает службу Но правительство определенное есть Служатся молебны Служатся акафисты Очень приятно отрадно смотреть Что когда уже служба закончилась То в течение всего дня Множество народу приходит Помолиться, поклониться Пресвятой Богородице Табур открыт весь день Весь день, да Перед казанским образом Сами читают акафисты Молебны поют Но отрадно видеть Такой полонарь Скажите, та самая икона Казанский образ Божьей Матери С которой народные ополченцы Во главе с Мининым и Пожарским Из Нижнего Новгорода Вышли на освобождение Москвы Она у вас хранится или нет? Да, до революции она хранилась у нас То есть когда был построен Казанский собор Это 1636 год То ее из Слубянки Там был храм Ведение во храм Пресвятой Богородицы Он находился после Принесения его в Москву И после освобождения Москвы В этом храме, в Веденском храме Его перенесли в 1636 году В Казанский собор И с того момента До конца царственных дней В нашей России Образ находился здесь Потом Сведения о ней очень разрозненной Где находится эта икона Кто-то считает, что она Покинула пределы России Кто-то говорит, что она утрачена навсегда В кострах большевистских Когда сжигалось все и вся Но мы считаем, что икона Казанской Божьей Мати Находится в Елофовском соборе В Москве Та икона, которая любима В алтарной части, да? В иконостасе В иконостасе слева Об этом есть много свидетельств Что это именно та самая икона И нами принято считать, что это она А у вас сейчас? У нас тоже очень древний список Это иконы Есть Казанская Божья Матерь Он необычайно замечательный Он чудотворный Для тех, кто с верою И надеждой притекает к нему И тот, кто верит Что получает заступление Вот, ну Намоленный образ И нами почитаемый Знаете, о чем хочу спросить? У каждого праздника ведь есть свои традиции Есть, скажем Если это Рождество То это елка, калятки Если это Новый год То, ну, салаты какие-то У кого постные, у кого не постные А если это 9 мая То это Парад Победы Да, это воспоминания о тех Кто сложил свою голову За свободу Родины А 4 ноября Как праздновать? Что может быть Вот настолько же органично Нам в этот день? Вот как мы можем отметить этот праздник? Мне кажется, уместно Раз это праздник Вот сейчас Единство всех людей Народов нашей страны То лишний раз На разных языках Сказать там Здравствуй, приветствуйте Пожелать чего-либо хорошего И сделать какое-то доброе дело Любое Любое Начать от того, что перевезти старушку через дорогу Или уступить кому-то место в автобусе Это нужно делать всегда Не обязательно в автобусе Да, но с чего-то надо начинать Или когда-то надо начинать Поэтому я думаю, что единство Это все-таки время, когда ты что-то в своей душе изменяешь Когда ты начинаешь, может быть, даже с прощения обид Как тебе кажется, тебе нанесенных Вот, мне кажется, это было бы очень уместно Об этом задуматься в сегодняшний праздник Важно, Михаил Иванович Есть праздники и даты, которые требуют Некоторых духовных и интеллектуальных усилий Так Ну, хотя бы задуматься, что там произошло Открыть страничку в интернете Хотя бы полюбопытствовать Наконец, большинство, значительное большинство Граждан нашей страны Ассоциируют себя с православной верой Можно зайти в храм Ну, как-то по-разному, да Да, можно в храм В такой день, тем более, что он выходной Можно К тому же, этот праздник Очень актуален сейчас Потому что, да Военного противостояния, слава Богу, никакого нет Мирная страна Но есть немалая смута в умах В сердцах Кто мы? Откуда? Куда? Здесь очень много разных точек зрения И хотя бы над всем этим задуматься Хотя бы задуматься Это уже шаг Какой-то к возрождению К самоосознанию Кто мы такие? Это уже полезно То есть, это праздник Когда мы имеем все основания Обратиться к русской истории Задуматься, откуда и куда Россия идет Хорошо было бы еще иметь Учебники такие В которых бы проговаривались такие вещи Чтобы это было понятно Детям, которые учатся в школе А то, знаете Спросишь у кого-нибудь А что за памятник стоит У Покровского собора На Красной площади Ну, скажут, например Кириллу и Мефодию Мне студенты постоянно это говорят Серьезно? Да Учим плохо? Или в чем проблема? У нас за 20 лет В школах количество часов На истории России сокращено В два раза В вузах, на неисторических факультетах В четыре раза То есть, говорить о патриотизме О государственности мы можем Но нельзя вырастить патриотов Сокращая изучение родной истории В сложившейся ситуации Значит, многое все-таки зависит от семьи Да? И от личной ответственности Самообразование должно быть Нет Я вот здесь Не совсем согласен Все-таки От семьи многое зависит В этот день Действительно Прекрасно было бы Прийти с семьей В храм Прийти Потому что Казанская Конбож-Матерь Все-таки покровительница Еще и семьи Считается Вот И От семьи многое зависит Большая часть зависит Но зависит это И от государства Все-таки Мужи наши Должны услышать нас Услышать Людей Которые Говорят Что Давайте вспомним историю Настоящую историю Давайте вспомним ту историю Которая Действительно была не с 17-го года Не с 91-го года А которая была Всю жизнь на нашей В общем-то земле Услышим И донесем ее До наших детей Спасибо большое За этот разговор Напомню В программе ФОМА Был Владимир Лавров Доктор исторических наук Руководитель Центра истории Религии и церкви Института российской истории РАН И пролетерей Игорь Фомин Клирик Казанского собора На Красной площади Встретимся в эфире Не бойтесь ваших сомнений Редактор субтитров А.Семкин